Искупленные, драгоценные, с вами снова Африка! Да, с вами и с нами вы, и мы, и Ольга, и Самуил. Друзья, мы очень благодарны всем вам за эти пять лет в Африке. И самое главное, что это праздник Пасхи. И вы знаете, что праздник Пасхи для израильского народа, это было время, когда Бог их выводил из рабства. Он выводил из стесненных обстоятельств, из Египта. И это было особенное время для народов, для народа Божьего, когда Бог являл свои чудеса, являл свою силу, являл свои знамения. И мы хотим сказать, что мы искренне рады за то, что мы, тело Христово, вместе с вами. И мы являемся теми, которые искуплены через драгоценную жертву Иисуса Христа. Что Бог нас, Он вывел из рабства, из стесненных обстоятельств греха. И Он вел нас в царство возлюбленного Своего Сына, для того, чтобы мы могли теперь вместе праздновать Его праздник, Его победу над обстоятельствами, над грехом, над смертью. И также мы могли проповедовать добрую весть Евангелия Иисуса Христа во всех народах. И Африка – это то место, где Бог нам доверил, где Бог нам доверил племена. И мы очень благодарны, и мы очень счастливы. Да, что также эти племена могут быть из стесненных обстоятельств, колдовства, племных обычай, для того, чтобы искренне в свободе Духа Божия служить Господу нашему Иисусу Христу, и вообще стремиться в вечность, а не просто бояться какого-то Духа смерти. Вот в этом году мы конкретно получили слово от Бога, что нам нужно концентрировать наши усилия на пустыне Туркана. И мы сейчас находимся в пустыне Туркана. Мы у нас дома, сзади нас, это наш дом, мы живем в нем. Да, это место, где мы живем. Друзья, у меня есть мечта, чтобы также в этом месте начать какую-то программу кормления детей, потому что здесь ходят худые. У нас каждый день, да, сыночка, приходят или дети, или старые бабушки, которым нужно дать лекарства. Нужда медикаментов очень большая здесь нужда, потому что люди не имеют даже элементарных лекарств от головной боли. Они не знают, что делать с повышенной температурой, с повышенным давлением. И таких проблем у нас очень много здесь. Тут, если у вас есть деньги, вы можете нам переслать, но потому что нам надо тут сделать воду для детей, но потому что тут нет ничего пить и нет ничего кушать. И у других людей тоже. Нам надо ваша помощь. Да, здесь реально сейчас одна из организаций помогли пробить на воду. Теперь мы в процессе, чтобы достаточно собрать финансов, чтобы поднять эту воду наружу. И в таких безводных местах, в пустыне очень остается много нужды, дорогие. Нам нужно продолжать это делать, кормить этих людей, потому что без еды они умрут, не знаю, Иисуса. Конечно, очень важный вопрос, который остается здесь, это вопрос пастырского лидерского образования. Потому что те же самые проблемы, которых мы встречали на территории горы Угон, все те же самые проблемы присутствуют здесь также на территории пустыни Туркана. Мы видим, что даже взрослые люди не понимают вопроса, что даже ребенок является вечной живой душой. Удобный уровень понимания даже присутствует на уровне пастырства. Один из пастыров в процессе обучения, которое мы делали, каждое пастырское обучение нам обходится за 5 дней где-то 500 долларов, чтобы прокормить их, чтобы они находились в месте обучения в течение 5 дней. И один из пастыров после такого обучения сказал, «Я только впервые услышал полное Евангелие». Это за те 20 лет, в которых он находится уже в церкви. И вы знаете, подобных церквей и подобных пастыров их здесь много. И это не предмет для осуждения людей, это предмет для того, чтобы мобилизовать усилия, для того, чтобы мобилизовать людей и финансы, для того, чтобы эти церкви могли вырасти на абсолютно другой уровень. понимание и другой уровень служения. И мы продолжаем получать хорошие новости о территории горы Угон, что церкви там продолжают расти с теми материалами и образованием, которых мы помогли им дать. Мы очень благодарны вам за вашу помощь, за ваше участие, за финансовую поддержку. Огромное вам всем спасибо, что мы, как дети Божьи, можем нести миссию. Пусть Бог благословит вас и пусть благословит нас. И добро пожаловать всем на африканский континент. С Пасхой всех вас! Наш сын очень любит видеть новые лица здесь, в Африке! Да! Добро пожаловать!